Здравствуйте! В эфире программа «О чем говорят?». Сегодня мы с вами будем говорить о новой жизни, о светлом будущем, о том, как хорошо, когда строится новый дом. Особенно, если это дом для детей. А главное, если это дом, в котором и дети, и, возможно, взрослые, даже наверняка взрослые, попадают в сказку. Самарский театр кукол, один из старейших в стране, обретает новый дом, долгожданный. И вот с этой вестью в уходящем 2016 году к нам и пришли директор театра Ольга Михайловна Дикушина и режиссер-постановщик Иван Макроусов. Здравствуйте! Большое спасибо, что пришли. Вот, в принципе, уже можно сейчас со всей ответственностью говорить, что в будущем 2017 году, который для вас тоже является годом особенным, вам исполняется много-много лет театру, я имею ввиду, хотя я и гляжу на Ольгу Михайловну. Вот, у вас исполнится мечта, вы переедете в новое здание, ну, хотя бы в конце года. На самом деле мечта, мечта давнишняя, мечта светлая, с нетерпением ждем ее осуществления. На самом деле театру 85 лет, он один из старейших в России, он основан в 1932 году. И все эти 85 лет театр существовал в арендуемых помещениях, либо в помещениях, которые были приспособленными. Такое помещение сейчас на Льва Толстого, 82. Я со своего детства даже помню, я туда ходил, так что вы там очень давно на Льва Толстого. Да, в котором когда-то был кинотеатр «Смена», но сейчас и это здание перестало функционировать по техническим причинам, и сейчас мы показываем спектакли на малой сцене театра опера и балета, а новогодние мероприятия «Елочки» мы работаем на площадке дома актера имени Лазарева. Ну, не так уж долго осталось вам скитаться по чужим квартирам. На самом деле, хотя, конечно, это и грустно, наверное, да, но мне кажется, что греет душу мысль, что ну вот еще годик-то поскитаемся, тем более, ну, по друзьям, да, а зато потом. Конечно, друзья к нам относятся очень хорошо, и нужно сказать огромное спасибо и театру оперы и балета, и руководству, директору Натальи Степановны Глуховой и председателю СТД Володе Гальченко, то, что они, в общем-то, прониклись любовью к нашему маленькому зрителю, не столько к театру кукол, а сколько к нашему зрителю. Я вам по секрету скажу, я думаю, что они когда-то давно, лет мнацать назад, сами ходили в театр кукол и водили своих детей, и поэтому они любят вас, потому что нельзя не любить детский театр. Я думаю, что да, потому что все мы когда-то были детьми, да, все мы родом из детства, и редкий ребенок нашей Самарской области не посещал Самарский театр кукол. И мы недавно отмечали юбилей одной из актрис, Леночки Толкачевой, так когда мы ее поздравляли со сцены, мы говорили, что уважаемые родители, наверняка и вы были на спектаклях, в которых играла Леночка Толкачева. Поэтому театр востребован, театр любят. И очень рада, что Николай Иванович проникся хорошим абсолютно чувством к театру кукол и решил, что дети Самарской области все-таки заслуживают новое здание, красивое, современное, с современным оборудованием, с двумя сценами, большой зал на 250 мест, малый зал на 50 мест, с опускной площадкой, со штанкетным хозяйством, с современным звуковым и световым оборудованием. И здание-то выбрали тоже замечательное и со своей историей. Здание вообще прекрасное. Здание, мы знаем, что построено в начале 20 века замечательным архитектором Квитковским. И мы знаем историю этого здания, что там когда-то давным-давно находился ресторан «Аквариум», а потом-то в нем была и пионерская дружина, и театр юного зрителя, и в том числе и театр кукол. Это старинный особняк на Самарской, 95, если память мне... Да, да. Да. И поэтому мы очень рады, что мы возвращаемся в это здание. И здание овейной легенды. Но единственная сложность, что здание – памятник культуры, и, естественно, не так просто ведутся реконструкционные работы, реконструкция здания, потому что должна быть специально лицензированная организация, которая всем этим занимается. Самое главное, что они ведутся. И определенные сложности ведутся. Ведутся, ведутся очень активно. Ведутся, не останавливаясь, активно. И поэтому вот сейчас... Я почему вот и позвал вас сегодня, и почему мы стали в конце года говорить о том, что да, в 2017 году, скорее всего, вы переедете, потому что уже сегодня ясно, и по финансированию, и по темпам работ, что, скорее всего, в свой юбилейный год вы все-таки переедете в новое здание. То есть не просто свет в конце тоннеля, а уже такой яркий луч. Яркий луч, буквально. Да, да, да. Вот, наконец-то у нас Иван заговорил. Давайте сейчас мы вернемся еще к этому. Поговорим о том, что все-таки сегодня... Вот он, Новый год уже. Стучится, да? Что ждет маленьких наших зрителей вот в эти, в новогодние каникулы? Ну, значит, в новогодние каникулы мы приглашаем всех на наше новогоднее представление, которое проходит в Доме актера имени Лазарева. Там будет интересно. Во-первых, будет перед елкой новогодний интермеди, который называется «Волшебный серпантин». Это представление красочное, театрализованное. Разумеется, будет Дед Мороз и Снегурочка. Разумеется, будут разные гости, и, разумеется, будут превращения, разумеется, будут чудеса, разумеется, будут танцы, игры, смех. И, в принципе, я хочу сказать, что мы умеем это делать. Ну, артисты замечательного, одного из старейших театров. Хорошо. Вообще, насколько сложно выступать не в родном для себя здании? Потому что все-таки и Дом актера, и Самарский академический театр опера и балета – это не театр кукол. Можно, конечно, сейчас пофилософствовать на тему, что тогда, в 1932 году, вообще, там же эти, как это, петрушки? Перчаточники. Перчаточники, да, петрушечники их еще там называли. Артисты Тюза же, по-моему, организовали первый кукольный театр, тогда молодые, вот, в 1932 году. И можно поставить ширму, и каждый дом даже себе может организовать. Но это все философствовать может сколько угодно, но родные стены должны быть. Должны быть. Я отвечу на ваш вопрос так. Ну, конечно, сложности есть. Конечно, площадка, не приспособленная для театра кукол, она не позволяет иногда сделать некоторые чудеса, которые мы могли бы сделать на своей площадке, да, потому что театр кукол – это все-таки чудо. Но, но, работают замечательные профессионалы в театре. А профессионал отличается от любителя не тем, что он в совершенстве владеет… Он сказку делает вокруг себя сам. Да, то есть, с этим, может быть, и у любителя все в порядке, но профессионал отличается от любителя тем, что он всегда выдает результат, независимо от каких-то входящих обстоятельств. И поэтому площадки, да, сложности есть, но качество спектаклей, то удовольствие, которое испытывают зрители, наши маленькие дети от общения со сказкой, оно абсолютно никак не зависит от этих обстоятельств. Мы всегда работаем честно, с душой, хорошо. И судя по тому, судя по тем отзывам, которые мы слышим от наших зрителей, судя по этим замечательным глазам, которые ты видишь, выходя на поклон. Судя по непрекращающемуся потоку малышей, которые стремятся и стремятся в театр, я бы добавил, я с вами соглашусь. А вот можно вопрос? Вот мы как-то, когда встречались с Ольгой Михайловной в прошлый раз, мы вспоминали театр образцово-кукольный в Москве. И, в принципе, это такой уникальный театр, который известен всей стране, всему миру. И он известен еще и тем, что он радует не только детей, но и взрослых. А я вот не помню, у нас, или, может быть, это просто я не в курсе, у нас есть постановки для взрослых кукольные? Были. И ставил их роман Борис Черенц. Это божественная комедия. Ну, да, 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 да. Это вокруг да около эстрады. Но, вы знаете, мы вообще планируем, что при переезде в новое здание... Возможности-то расширятся. Возможности расширятся. И мы попробуем поставить спектакль для взрослых. Но здесь есть еще одна особенность. Насколько ментальность изменилась зрителя, насколько изменились взрослые люди, которые в 60-е, 70-е годы... С восторгом ходили на образцу. С восторгом ходили на... На ту же божественную комедию, да? Да, на необыкновенный концерт. Да, да, да. Потому что мы сейчас очень много работаем и сотрудничаем с этим театром. Мы были у них на гастролях в 12-м году. Мы были у них на гастролях в 15-м году. Поэтому с этим театром мы очень плотно сотрудничаем и очень много общаемся. И они как раз нам говорят о том, что зритель немного изменился. И уже на эти знаменитые спектакли ходит только тот зритель, который... Который их видел раньше, да? Который видел их раньше и который хочет получить те же эмоции и ностальгирует о том, что было раньше. Я соглашусь. Сложно с новым зрителем, со взрослым. Так может быть, просто нужно обновить репертуар. Понятно, что это великолепные вещи. И божественная комедия, и необыкновенный концерт. Может быть, просто должно появиться еще что-то, чтобы у нынешнего зрителя тоже была такая же привязка. Конечно. Более того, оно не только должно, оно и будет появляться. Просто все делается несколько постепенно. Да я не тороплю вас, но вот такое пожелание от более старших поклонников Театра Кукол мне захотелось почему-то вам высказать. А когда вы стали говорить о гастролях, насколько я знаю, вы в Челябинске не так давно были, принимали участие в благотворительном вот этом вот... В фестивале Снежи. Да, были в этом году. В этом году были на фестивале в Хорватии. Но это лучше расскажет Иван Николаевич, потому что он участвовал в этом фестивале. А в фестивале в набережных Челнах, где взяли четыре приза международный фестиваль. На фестивале в Казани у нас очень активная гастрольная деятельность. Это я к тому, что нашим самарским куклам, которые тоже переедут в новое здание, самарским артистам рукоплещут не только в Самаре, но рукоплещут в разных городах нашей замечательной страны. Иван Николаевич, буквально мало времени, поэтому в двух словах можете что-то сказать о гастролях и поздравить. Я знаю, вы очень хотели наших маленьких и не очень маленьких телезрителей с наступающим годом. Так, ну в двух словах, если это уже, собственно говоря, все было сказано. Действительно, замечательные поездки, замечательный зритель, тепло принимают. Вот, знаете, детский зритель, он ведь вообще везде одинаковый. Что в нашей стране, что не в нашей стране, что за рубежом, в Европе, в Азии. То есть вот мы покатались, и вот можно сделать... В Китае, в Индии. Да, и можно сделать абсолютно один вывод. Зритель, ребенок везде одинаковый, потому что дети, они еще не испортены жизнью. Да, и все очень искренне умеют верить в сказку, в чудо. И вот с этой точки зрения понимают они язык, не понимают они язык, знают они театр этот, не знают они этого театра. Зритель благодатный. Зритель, да, он искренне верящий в то, что ты делаешь. Он искренне верящий в чудо. Вот, ну а теперь обещанное поздравление. Давайте. Со мной наш замечательный артист театра. Не побоюсь этого слова, потому что театр кукол у нас такая интересная штука, что у нас артистов-то всегда двое. Есть артист-кукловод, но зрители видят вот этих артистов кукол. Они очень живые. И вот это вот у нас Михаил Иванович, это и персонаж спектакля «Машенька и медведь». Вот, ради такого случая специально вышел из спячки, пришел к вам на программу и хочет сказать... Поздравляйте, Михаил Иванович, время дорого. Извините, стесняюсь. Ну, я, в общем, поздравляю всех с Новым годом. Желаю всем в следующем году бочку меда, хорошего настроения, и чтобы вокруг вас не было никаких пчел. Спасибо. Спасибо большое. Я тоже поздравляю вас с Новым годом. Новый год у вас будет действительно замечательный, что мы в конце концов переехали все-таки в 2017 году, и мы еще перед новым 2018 годом сходим к вам на премьеру в ваше новое издание. Ждем с нетерпением. Спасибо большое. Приглашайте. Единственное, только напоминаю, существует и радиоверсия программы, так что всегда можно и прослушать, о чем говорят в эфире Самарского, губернского радио 21.0. А так всех с наступающим Новым годом. Спасибо. Спасибо вам. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...